Мы все привыкли к тому, что рядом с нами всегда есть те, кто защитит нас в самый последний момент. Порой мы не доверяем им, но в конечном счете всегда обращаемся к ним за помощью. Это сотрудники полиции. Я не ошибусь, если скажу, что мало кто знает, когда и зачем появилась полиция в России. Вот об этом и пойдет наш рассказ. Мы расскажем вам неизвестное об известном. Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом, в России существовало несколько учреждений, специализирующихся на сыске. Тайная канцелярия вела дела о преступлениях, совершавшиеся в Петербурге и окрестностях. Преображенский приказ – дела, поступающие из других регионов России. После ликвидации тайной канцелярии и Преображенского приказа политический сыск осуществляли Верховный Тайный Совет и Сенат. Однако, вскоре этот порядок императрица Анна Иоанновна меняет. Для расследования политических дел учреждает особую канцелярию. Ее начальником становится бывший министр Петровской тайной полиции генерал Андрей Иванович Ушаков. Ушаков вызывал страх у окружающих, хотя он был не страшен, не угрюм и не кровожаден. Он был человек спокойный, светский, обходительный, толковый. Боялись не Ушакова, а системы, которую руководил Андрей Иванович. Свои обязанности он выполнял по всем правилам и соблюдая закон. Его руководство Тайной канцелярией запомнилось жестокостью, безжалостностью. Ушаков был политически непотопляемым. Несмотря на частые дворцовые перевороты, ему удалось не впасть в опалу и не закончить жизнь, как его предшественник. Андрей Иванович запомнился своей ловкостью, лояльностью, находил общий язык с разными людьми и умел добиваться своего. Исполнительный. Ушаков никогда не интриговал, но и не мешал заговорщикам, а только выполнял свои обязанности. Императоры, начиная от Петра Первого и кончая Лизаветы Петровной, считали его необходимым в государстве российском. Ушаков был верным и преданным слугою России и его правителей. Родился в 1672 году в Новгородской губернии в семье бедного дворянина из рода Ушаковых. Андрей Иванович и четыре его брата рано остались сиротами. Все заботы о них взял на себя единственный крепостной их отца – крестьянин Аноха. До двадцати лет Ушаков вел ничем не примечательную деревенскую жизнь. В 1691 году Петр Первый издал указ, предписывавший всем дворянам без исключения, свободным от службы, явиться в Москву в распоряжение царя. Братья Ушаковы, все пятеро, были записаны в солдаты. Андрей Иванович – красивый, высокий и крепкий юноша, за ловкость и силу его звали Дединой. Был записан в первый созданный тогда гвардейский полк «Преображенский». Произведенный в унтер-офицеры он был замечен царем и в 1708 году пожалован капитан-поручиком гвардии. Затем Петр Первый возвел его в звание тайного фискала и поручил наблюдать за постройкой кораблей. Став гвардейским капитаном, Ушаков получил в дар многочисленное поместье и постоянно в продолжении карьеры получал поручение от самого царя. После смерти Ромодановского в 1717 году тайная канцелярия была переведена в Петербург. А ее руководство доверили Ушакову и старому графу Толстому. Во время следствия по делу царевича Алексея проводил розыск свидетелей и лично их допрашивал. А во время суда над царевичем подписал ему смертный приговор. Вместе с Менщиковым и Толстым поддержал жену Петра Великого во время переворота 1725 года. Именно Ушакову дали 20 тысяч рублей для гвардейцев. В феврале 1727 года Екатерина I пожаловала его в генерал-лейтенанты и наградила орденом святого Александра Невского. После упразднения тайной канцелярии в 1726 году он активно участвовал в дознании провала экспедиции, посланной Петром I к пиратам Мадагаскара на остров Санта-Мария. В 1727 году пал Толстой, из-за которого Ушаков отправился в Ревель. У него отняли когда-то пожалованные ему 200 дворов. Позже его перевели в Ярославль. После падения Меншикова ко двору Ушакова не вернули. Но через своих агентов Андрей Иванович узнавал важные новости и интриги. Имел прямое отношение к снаряжению экспедиции Витуса Беринга в 1728 году, а позднее Ивана Федорова и Михаила Гвоздева к берегам Америки в 1732 году. По вступлении на престол Анны Иоанновны он подписался под прошением дворянства, осуждавшим попытку Верховного Совета ограничить императорскую власть. В 1730 году был назначен сенатором, а в 1731 году начальником возобновившей работы под новым названием «Канцелярии тайных разыскных дел». Когда шла борьба, кому быть регентом Иоанна Антоновича, Ушаков поддержал Берона, лично убеждал других сановников принять регенство последнего. Когда Берона попытались убрать с регенства, Ушаков задействовал своих агентов и предотвратил заговор. Он отказался примкнуть к партии, произведшей переворот в пользу Елизаветы Петровны. Но когда переворот совершился, удержал влиятельное положение при новой императрице и даже участвовал в комиссии, производившей следствие по делу Астермана и других противников Елизаветы. В правлении Елизаветы Петровны участвовал в самых громких делах. Арестовывал Лопухину и участвовал в дознании по ее делу. Ушаков был женат на богатой вдове Елене Леонтьевне Апраксиной, урожденной Кокошкиной. Свадьба с ней состоялась через ходатайство самого Петра Первого. Супруги занимали пышный особняк на миллионной семнадцать. Их единственная дочь Екатерина Андреевна была замужем за дипломатом графом Чернышевым. Они были родителями графини Дарьи Петровны Салтыковой и княгини Натальи Петровны Голицыной, известной под именем принцесса Монпасье, которая впоследствии стала прототипом главной героини повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Басынком Ушакова был генерал-фельдмаршал Апраксин, чье покровительство помогло Ушакову сделать быструю карьеру. Именным высочайшим указом от 15 июля 1744 года генерал-аншеф, сенатор Андрей Иванович Ушаков, был возведен в графское Российской империи достоинства. Андрей Иванович стал все реже бывать на работе, вел только особо важные дела. 20 ноября 1745 года императрица указом отправила его на покой, поскольку возраст и состояние здоровья не позволяли ему работать в тайной канцелярии. Но делами он занимался еще до начала 1746 года. Умер 20 марта 1747 года. Сама же похоронная процессия проходила с 20 по 29 марта. Ушакова хоронили очень дорого. Так, из казны российской было выделено 2500 рублей. Андрея Ивановича хоронили в обитом бархатом и серебряным атласом гробу. Одежду в последний путь сшили и стафты, и золотой парчи. К компетенции канцелярии отнесено следствие по преступлению первых двух пунктов государственных преступлений. Они означали слово и дело государева. Первый пункт определял, ежели кто каким измышлением учнет мыслить на императорское здоровье, злое дело или персону и честь злыми и вредительными словами поносить. А второй говорил о бунте и измене. Главным орудием следствия были пытки и допросы с пристрастием. Большая популярность тайной канцелярии была приобретена в годы Бероновщины. Анна Иоанновна боялась заговора. Около четырех тысяч человек было арестовано и пытано. Около тысячи дел рассмотрено в застенках данного ведомства. Не рассмотрено осталось тысяча четыреста пятьдесят дел. Тайная канцелярия расследовала такие громкие дела по затейке верховников. А в 1739 году по делу Волынского, который был противником Бероновщины, во главе кружка дворян составлял проекты государственного переустройства. Был казнен по этому делу. Со смертью Анны Иоанновны тайной канцелярии было предоставлено найти обвинение для Берона. Тайная канцелярия потеряла прежнее влияние и была под угрозой закрытия. В конце ноября 1741 года заведовавший данным органом Ушаков знал заговор, но решил не мешать заговорщикам, за что не был снят с должности. С приходом к власти дочери Петра Елизаветы тайная канцелярия снова приобрела популярность. Появились такие должности, как соглядатый, который записывал и подслушивал важные разговоры или следил за шпионами. В 1746 году тайной канцелярией стал заведовать Александр Шувалов. Во время его руководства попали в опалу ближайшие друзья и сподвижники Елизаветы Петровны. Шетарди, Листок, Апраксин и Бестужев Александр Иванович Шувалов Двоюродный брат Ивана Ивановича Шувалова, фаворита Елизаветы Петровны. Происходил из рода Шуваловых. Благодаря стараниям отца Ивана Максимовича, выборского коменданта, причислен ко двору царевны Елизаветы, где играл до 1741 года важную роль, заведуя дворовым хозяйством. Принял деятельное участие в перевороте 1741 года. С воцарением Елизаветы сразу занял влиятельное положение, осыпан, как и брат, монаршами милостями, наградами и знаками благоволения. В 1741 году награжден орденом Александра Невского. В 1744 году становится генералом-поручиком. С 1746 года генерал-адъютант императрицы. В том же году, как и брат Петр Иванович, возводится в графское достоинство. С 1742 года принимает участие в делах тайной канцелярии. В 1746 году сменяет знаменитого Кушакова на посту ее главы. В 1754 году назначается гофмаршалом при дворе великого князя Петра Федоровича, будущего Петра Третьего. Шуваловы придают этому особое значение, поскольку рассчитывают, что подобное сближение с наследником престола позволит им укрепить свое положение при дворе. Однако будущее показало, что, сделав ставку на Петра Третьего, они глубоко ошибались. Во время переворота, приведшего Екатерину к власти, он пытается агитировать гвардейцев, сохранить верность Петру. Но, убедившись в полной бесперспективности своих попыток, бросается к ногам государыни, просяя ее о помиловании. Одобрив прошение, Екатерина дарит ненавистному ей Шувалову две тысячи крепостных и отправляет его в отставку со всех постов. Последние годы жизни Александр Шувалов провел с семьей в усадьбе косицы Верейского уезда Московской губернии. Похоронен в построенной им церкви преображения в пределе Алексия Митрополита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова